Друзья, всем привет! В этом видеоролике будет просто бомбическое видео, на мой взгляд. Я расскажу, что такое Synology SSO сервер, для чего он нужен и как он вам может пригодиться. Лучше всего он подойдет для владельцев, которые пользуются собственным доменным именем. Менее пригодится для тех, кто пользуется Synology DIN DNS или просто DIN DNS. И эта штука не работает с QuickConnect вообще, от слова совсем. Ну и не работает по IP-адресам. Хотя я проверял, по IP-адресам у меня сработало. Для чего нужен SSO? Что это такое? SSO это такой единый вход, где вы можете объединить все свои приложения. Будь то приложение Synology, Docker или вот как я буду показывать на примере Proxmox в конце видеоролика. То есть бонусом покажу Proxmox. Вообще две статьи про Synology и про Proxmox будут у меня на сайте и закреплены к видео. Они еще не готовы, но я их обязательно сделаю к моменту выхода видеоролика. И они будут в описании. Перейдете туда, если что, посмотрите, почитаете. Как вы поняли, Synology SSO сервер есть в центре пакетов. Вы его можете спокойно зайти и установить. А перед тем, как мы продолжим, давайте покажу вам вообще про весь сыр-бор. Ну вот смотрите, допустим, я захожу на свой Synology по доменному имени. Я могу его зайти и все. Вот, давайте зайду. Захожу по TestBuff. Все, он открылся. Что-то тут делаю, если мне надо. Если я хочу сделать для своих приложений именно доменные имена. Не псевдонимы, а доменные имена. И зайду, допустим, по Drive по доменному имени четвертого уровня. Допустим, вот так его открою. То опять нужно будет вводить логин и пароль. Это, согласитесь, не очень удобно и совсем неудобно. Вот так и фотос и так далее. Да, естественно, если у вас, вы используете псевдонимы, как я это раньше говорил. То вам, как бы, ну на это все равно. По псевдонимам он зайдет. И не надо будет заново вводить логин и пароль. А вот по доменам не войдет. Опять же, смотрите. Я тут, как пример, да, показываю на DIN DNS Synology. И как бы не очень хорошо запоминать его Drive, ID, DIN DNS, Synology.me. Ну, чашка. А вот для собственного доменами имени, допустим, когда Drive.Domin.ru, прям вообще огонь-огонь, да. Я, кстати, на своем рабочем Synology сделал. Это мой тестовый. Я вот на тестовом вам показываю. Ну, вот, в общем, такая вот проблема имеется. Давайте я сделаю здесь выход. А здесь вот у меня по IP-адресу. Итак, что мы делаем в первую очередь? Устанавливаем SSO сервер. Нажимаем кнопку открыть. Нужно его сконфигурить. Здесь выберите тип учетной записи, домен или LDAP локальный. То есть у нас тут не особо вариантов. В одном случае есть локальный, в другом нет, только LDAP домен. Выберите локальный, если вы не используете LDAP. Или можете выбрать LDAP. Ну, я выбрал вот так. Дальше. По умолчанию вот здесь у вас ничего не будет. Пустая надпись. Как ее взять, откуда ее вписать. Для этого в настройку входа в систему надо настроить вот ваш SSO, вход в SSO сервер. Можно указать домен. Рекомендую указать, пригодится. Также обязательно, я считаю, что нужно указать порт. 88.43 это порт по умолчанию. И можно указать отдельный домен. То есть, допустим, SSO, домен.ру или ми или так далее. Я, в принципе, все указал. Но использовать буду только что-то одно. Буду 88.43 использовать. Хотя, сейчас дальше покажу, что и псевдоним будет работать. В принципе, если вы будете использовать эту штуку только с синологи, с приложением, то вам достаточно просто указать псевдоним. Если вы будете подключать какие-то сторонние приложения в докере или, например, как я, в Proxmox, то тогда обязательно использовать порт 88.43. Или вообще тут ничего не заполнять от слова совсем и использовать порт по умолчанию 5001. Также имейте в виду, что для вот этого дела нужно использовать одинаковые протоколы. То есть, если вы используете протокол HTTP, то только HTTP. Если используется HTTP, то только HTTP. То есть, нельзя использовать и HTTP, и HTTPS совместно. То есть, зашифровывая, нешифровывая. Лучше надо всегда использовать HTTPS. Итак, я вот тут настроил порты. И, соответственно, указал тот порт, по которому я буду подключаться к своему SSO-серверу. То есть, в моем случае это XPE 423. Xenology.me и порт 88.43. Вот вам рекомендую что-то подобное тоже сделать. Если это домен, то также домен. Все. Здесь это настроили. Нажали кнопку применить. Соответственно, оно все применилось. Отлично. Идем дальше. Службы. Пока службу вот эту OEDC Open оставляем в покое. Ее можно включить, можно не включить. Как и сам L. Я в данном случае сейчас показываю Synology. Переходим на Synology SSO. Здесь включаем сервис Synology SSO. И разрешить подключение через порт 80.443. Тоже рекомендую вам это сделать. То есть, две вот эти галочки ставите. Все. Дальше переходите в приложение. Нажимаете кнопку добавить. Добавляете Synology SSO. Далее. Придумываете ему имя. Допустим, DSM 920. Или тот, который вы... Как у вас называется Synology? Какое домен имя сюда нужно вписать? А вот такое. То, по которому вы будете подключаться. То есть, ваш Synology DIN DNS. Ну, или доменное имя личное ваше. В моем случае DIN DNS. Я вот уже все тут создал. Вот, допустим, открываем. У меня вот такое вот, да. То есть, я вот таким вот способом буду подключаться. Подключаясь к своему Synology. И, соответственно, поэтому я указываю здесь это имя. То есть, это имя, куда будет переадресовывать этот SSO сервер в случае удачной аутентификации. Так. Ну, и агип-приложение нам чуть попозже пригодится. Все. В принципе, SSO сервер настроен. То есть, мы добавили с конфигурой общей настройки, с конфигурой службы SSO. Вот тут ее включили, две галочки. И создали одно приложение. Приложение для конкретного одного Synology NAS. Если у вас их много, естественно, вы для каждого тут создаете собственное приложение, в котором будете у каждого указывать собственную переадресацию URL. И, соответственно, у каждого приложения будет ID приложение уникальное. Теперь открываем панель управления, домен LDAP, клиент SSO. Вот тут выберите SSO по умолчанию. Включить службу SSO. Настройки. Придумывайте имя, какое хотите. Обычно, я думаю, тут имя, то, которое, да что такое, то, которое по названию вашего Synology. Ну, я просто вот такое указал. Дальше. Тип учетной записи. Опять домен или локальный. В моем случае и домен, и локальный. Дальше. Я указал URL серверы SSO. Тут я, видите, указал псевдоним, но можно и порт указать. То есть, да, это та, вот эта вкладка первая, прописывается вообще здесь, по идее, вкладка. Но, как я и говорил, что можно и указать и псевдоним. Ой, нет, да, щелкнул. И псевдоним, без проблем. Да, и ID приложения. Да, ID приложения мы вот отсюда уберем. Приложение. Вот оно, наше ID приложение. Копируем, вставляем. Все. Все, сделали, нажали применить, применить, сохранить. Все, изменения сохранены. Теперь, смотрите, вот было вот так. Окно входа в DSM. Теперь нажимаю обновить. Смотрите, раз. И здесь теперь проверка подлинности SSO. Видите, есть и то, и то. Но так как мы поставили галочку по умолчанию, используя проверку подлинности SSO, оно всегда будет открываться у нас по умолчанию в таком вот виде. Окей, нажимаем далее. Смотрите, что произойдет. Он нас переадресовал на SSO сервер. Да, вот если мы посмотрим в адресную строку, мы видим тут псевдоним SSO, тот, который мы указывали в настройках. И тут надо залогиниться под вашим пользователем. Отлично, ввели логин пароль. Нажали далее. Все, мы зашли в DSM через SSO сервер. Скажете, ну вроде так и всегда я заходил. Да, вы всегда так заходили. Но помните, в начале видео я демонстрировал вам проблему. Смотрите, какая штука сейчас. Если сейчас мы перейдем в драйв, используя доменное имя, да, в драйв, раньше он нас не пускал. Вот выходило окно, можно сказать, с таким же логином паролем. Ничего страшного. Жмем просто далее. И смотрите, что происходит. Ничего больше делать не надо. То есть никаких логинов, паролев повторно вводить не надо. Вы просто один раз вошли в SSO сервер свой, да, в любом приложении, которое вы настроили. И теперь в любом приложении вы будете автоматически заходить без ввода логина пароля. Потому что один раз в каком-то из них достаточно зайти и все. Открою фотос, допустим. Вот, пожалуйста. И фотос также открылось. Нет, не открылось. Жмем еще раз. О, вот теперь открылось. Ну, тут, видимо, с какими-то куками, шмуками, как обычно, какие-то проблемы. Ну, самое главное, вы видите, работает. То есть ничего страшного, если что-то пошло не так, можно повторить, и оно обязательно зайдет. Кстати, то же самое, в принципе, и бывает и с Proxmox, о котором сейчас давайте мы как раз и продолжим. Для того, чтобы настроить Proxmox, что мы делаем? Так, это нам уже не надо. DSM мы уже настроили. Все, все службы, приложения, DSM, там, хотите, Download Station, хотите, что угодно. Они уже у нас работают. Для Proxmox вам нужно включить здесь службу OEDC, вот это, да, включаем ее вот здесь галочкой, появляется вот такой URL, да, он нам пригодится, хорошо, ништяк. Идем в Proxmox. Кстати, у Proxmox есть одна маленькая проблемка. Он не умеет передавать права через вот этот SSO-сервер, поэтому с правами придется чуть-чуть повозиться, ну, буквально чуточку. Сейчас вам все покажу. Итак, что мы делаем? Заходим в Proxmox. Под пользователем, тем, который у вас есть, в данном случае мой пользователь по умолчанию, это root. Выбираю сфера. Да, вот здесь я уже создал SSO-1. Я покажу вам добавить. Выбираем OpenID Connect, да, кстати, забудьте, в центр обработки данных. Здесь URL. А где взять URL? Правильно, вот он у нас тут URL. Вот этот URL берем, копируем. Идем опять в Proxmox и вставляем его сюда. Единственное, что вот здесь удалите, это я с техподдержкой уже Proxmox выяснил, удалите вот так, чтобы на SSO все, удалите все, что после SSO, в том числе и костную черту. Дальше, придумывайте имя, да, там, Synology, ну, там, SSO, да, ID клиента и ключ клиента. Где мы тут берем? Да, вот все тоже в приложении. Мы же создали здесь приложение, да? А, мы приложение не создавали. Давайте его создадим. Сфера, указываем OEDC, далее, придумываем ему имя и придумываем URL переадресацию, да. Давайте, у меня уже все создано, я вам покажу. Итак, переадресация URL, это те URL-адреса, по которым будет доступен ваш Proxmox. Если у вас там кластер, то перечисляйте все здесь, которые есть в кластере. В моем случае я использую вот такое доменное имя для подключения Proxmox. Использую IP-адрес, хотя Synology говорит и IP по IP-адресу не работает, но у меня сработало. И использую его через обратный прокси. И здесь у меня есть идентификатор и секретное приложение, да. Давайте я вот это закрою и покажу. Я уже его создал, вот оно у меня создано, да. Что тут мы имеем? Ключ это все понятно, SSO, Synology вы поменять не можете, только через удаление. Я вам рекомендую включить по умолчанию и автоматическое создание пользователей. Вот это интересный момент, потому что с пользователями действительно интересно. То есть вам либо нужно создать заранее пользователя, либо я рекомендую установить здесь галочку. Это на безопасность никак не повлияет. Давайте покажу вам. Когда вы вот это все настроили, тут самое главное ссылку правильно вот эту указать, да. То есть удаляете все после SSO. И самое главное указывайте правильный ID клиента и клиентский ключ. Все, нажимаем ОК. Сохранилось. Теперь смотрите, пользователи. Пользователей у нас тут никакого нету на данный момент, но мы попробуем войти. Для этого я открыл вкладку на... Да, вот у меня что-то Яндекс этот глючит. Он то через обратный прокси работает, то вот напрямую. Сейчас порт ему укажу. Вот. И у нас вот открывается вот такое окно, где сфера по умолчанию уже выбрана SSO, Synology. Язык, естественно, выбираете тот, который вам нужен. И нажимаете кнопку ВХОД. Что происходит? Правильно, вы сразу же зашли. Зашли вы почему? Потому что здесь я уже вошел. Давайте я отсюда выйду. Вот так вот. Выход сделаю. И продемонстрирую вам вот здесь, как это происходит здесь. Кстати, да, мы уже зашли под нашим пользователем. И здесь, соответственно, сразу появился вот этот пользователь SBUF, Sino SSO, да, который в сфере Sino SSO. Если вы еще ни разу не входили, что происходит? Делаете войти. И открывается SSO, сервер, Synology. Вводите логин и пароль от него. То есть ввели, нажали Enter, вот эту кнопочку. И он, соответственно, опять сейчас войдет. Бывает, кстати, вот ошибка. Вот сейчас, возможно, произойдет эта же самая ошибка. Нет, не произошла. Просто делаете второй раз и все. И вы, кстати, автоматически сейчас и здесь вошли. Видите, достаточно войти где-то в каком-то месте, потом сразу автоматически заходите во всех этих приложениях. Итак, вы вошли, но, как вы видите, тут прав никаких нету вообще. Бесправный пользователь. Вот он, видно, что он SBUF. И он обратно в ProxMox. Группы. Я рекомендую группы. Создадите просто группы. Я создал группу SAdmin. Дальше в пользователя. Редактировать. Добавляете ему эту группу SAdmin. Ну, ту, которую вы создали. Окей, все. Он теперь подключен вот к этой группе SAdmin. Дальше идем. Разрешение. Добавить. Если вы создавали группы, то для группы. Если для пользователя группу вы не создавали, то пользователю. Разрешение группы. Здесь указываете корень. То есть все. Указываете, для какой группы. И указываете, что это будет группа администраторов. Добавить. Смотрите, возвращаемся сюда. Что у нас здесь? Опа, все сразу появилось. Теперь пользователь SBUF является администратором. И он может входить, выходить. И использовать службу эту самую SSO. То есть один раз либо на SINOL уже зашли, либо зашли непосредственно в ProxMox. И SINOL уже сразу автоматически. То есть единая служба. Вот такая вот авторизация. Которая позволяет вводить логин, пароль всего лишь один раз. Один раз вы ввели этот логин, пароль. В одном месте. Где? Правильно. В SINOL уже SSO сервере вводите. То есть и соответственно SINOL уже SSO сервер. Он подчиняется всем настройкам SINOL уже. То есть там и защита от подбора паролей, и фаервол, и двухфакторная аутентификация. Все это сразу есть. То есть вам не нужно это ничего настраивать ни в ProxMox, ни в каком-то еще приложении, которое вы будете подключать сюда, в этот SSO сервер. А он, как вы поняли, умеет работать с различными службами. А от вот этой OIDC. Да, кстати, про нее можете почитать. На Хабре отличная статья. Используя службу SAML. Это тоже очень распространенная служба SAML. Ну и подключать ваши непосредственно SINOL уже. Как я вот и говорил уже, к этой службе SINOL уже SSO серверу. Очень мне зашла эта идея. Я, допустим, на своем сервере раньше не использовал. Старался не использовать именно домены третьего уровня. А теперь, когда у меня есть SSO сервер, я прям буду использовать домены третьего уровня, чтобы, как бы, ну для меня это всегда было удобно. Охота было так, по крайней мере, сделать. Но я не хотел постоянно париться, вводить вот эти логин, пароли, вот этот OTP-код, вот этот телефон искать. А тут все. Один раз ввел, один разочек. И все домены, все службы, которые подключены к SSO серверу, будут доступны. Достаточно войти хотя бы в какой-то из них один раз. Все, ребят, на этом видео подошло к концу. Все это дело закрываю и начинаю оформлять непосредственно статью. Точнее, даже две статьи. Одна посвященная будет SSO серверу и подключению SINOL уже. А вторая статья уже, ну тоже SSO серверу, но подключению ProxMox. На этом все, ребят. Всем спасибо, всем пока. Кто не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч.